В 2014 году здесь, наконец-таки, проложили асфальтную дорожку. На этот бордюр я заехать не смогу, поэтому придётся ехать по дороге. Вот так вот я запрыгиваю, в принципе. Где-то в этом дворе есть парикмахерская. Сейчас проверим. Видите, сколько там ступенек? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, больше семи ступенек. Я сейчас подъехал к солону красоты, тет-а-тет. Ну, в принципе, учитывая, какие здесь стоят на маркет. Да, красиво. На перилах, на заборчике не пожалели денег. Могли бы с одной стороны поставить бамбус. А вот у нас вторая сторона, тет-а-тет. Видите, какие там у нас ступенечки. Едем дальше. Парикмахерская находится на той стороне. Ну, вот видите сами. На ступеньках доступа нету никакого. Салон красоты Византия. Ну, как мы видим, с этой стороны у нас стоят ступеньки. Может быть, с другой стороны. Хотя бы даже если бы я с этой стороны заехал, я бы не заехал в Византию. Ну, вот сейчас в другую сторону посмотрим. Что тут еще сказать? Видим уже третий салон красоты. И он не оборудован ничем пока что. Ну, не будем терять надежды. Будем идти дальше. Очередная парикмахерская. Я сейчас чуть выше камеру подниму и не увидим. Оп. Видите? Не знаю, куда можно подняться. Тут даже четыре ступеньки всего лишь. Но подняться туда невозможно. Поэтому жене придется ждать, пока я подстрижусь. О, видите? Может, еще бы звоночек поставили, чтобы на улице подстригал парикмахер. Этот вопрос надо решать. Потому что или я буду подстриженым, или буду похож на монаха. Сейчас подъедем к самому смешному памятнику в салоне красоты. А как дальше? Как постричь? Вы же в кресле или вот это там в коляске вошли? Так это проблема для вас? Не, ну, просто пообщаться, допустим. Или вы просто пообщаться? Не подстричься надо. Я же не пообщаться езжу. Я же не знаю, фотографируйте, наверное. Ну, если вы мне поможете подняться, чтобы подстричься. Ну, это, наверное, проблематично. Я же женщина тоже не могу. Понятно. Я не могу тоже, мне тяжело. Я же вижу, вижу, вижу. Я же не колеса эти. Ну, поеду дальше искать парикмахерскую, которая обустроена до конца. Вот что, в принципе, и следовало ожидать. Парикмахер, он меня поднять не может, а пандус для чего был сделан, я не знаю. Едем дальше. Поэтому, в принципе, в той парикмахерской мне просто-напросто отказали. Честно говоря. К этим парикмахерским комментарии будут, наверное, излишними. Потому что вы и так все видите и все понимаете прекрасно, что в эти парикмахерские ни один человек, который передвигается на инвалидной коляске, не сможет забраться и подстричься. Тут прям-таки получается какая-то дискриминация. Если кто-то может подстричься, то я, например, не могу подстричься. Я на водоканале буду вставать. Вот, кстати. Что это? Как и? Ха-ха-ха-ха. Что это? Я на воде, как-то немного, Вот, как-то и миг. А вот, я-то я, я-то Это, я-то, я-то. Это, я-то не знаю. Как-то, я-то. Не знаю. Монтировку надо Неудачно, конечно Я длиннее оторвусь, если чуть дальше Толкните теперь, пожалуйста Спасибо Вот я, в принципе, на троллейбусе Беспрепятственно добрался Но единственный недостаток на водоканале Остановка неправильно сделана для троллейбусов Потому что, если троллейбус будет очень близко подъезжать к бордюру То просто-напросто троллеи будут слетать Линии электропередач Поэтому надо как-то что-то придумать По поводу устранения этой проблемы Так, я наконец-таки добрался До ожидаемой парикмахерской Там есть замечательный пандус Можно туда добраться без всяких проблем Но тут есть одна единственная проблема Это доступ к этому пандусу Пасть на этот пандус Который движется отсюда Туда вот и туда Надо для начала Снять вот эту цепочку А вот эта наша цепочка Она прикручена Как мы видим Вот, видите Всё бы было бы хорошо Теперь подытожим У нас получается Две парикмахерские С пандусами Но Зачем было ставить пандус Если на этот пандус Потом вешать цепочку Или Зачем делать такой пандус Если Парикмахер Не сможет помочь Даже перебраться через порожек Субтитры создавал DimaTorzok